Закон о государственном языке Республики Абхазия был принят еще в 2007 году. В 22 статьях документа подробно регламентируется в частности язык работы высших органов государственной власти, правовое положение абхазского языка, а также гарантия прав граждан, не владеющих им. Казалось бы, закон есть, осталось его соблюсти, но со дня принятия документа прошло 12 лет, а он так и не заработал. Что делать дальше и как вдохнуть жизнь в закон о госязыке, обсудили в общественной палате страны. Ахинуйяхахавай. Насыр еще сшит свой то яс slash with. А юртамилат ядко, хахтко-милатко. Вот же и нужно, а ирмандшабаси ицоджаль юджидар. Все смыхаться бачу-русшала ещё лёк. Хора ханцо, хора-хора. Увшал жаверахачу. Насл, хучкай ирцой а институт семи Гаюпаа, института таа. А уэй таа, ша, убрёб ауссахица хузлоха. В общественной палате была создана комиссия по изучению проблемы абхазского языка. По мнению ее представителя Рудольфа Алшинба, народ Абхазии прошел сложный путь для того, чтобы свободно говорить на родном языке. Между тем, грузино-абхазская война и предшествовавшие ей события позади, но и в мирное время эта проблема остается актуальной, отмечает спикер. Ихея, хả хвиндкар хмо, юхчую дуу, хим хм, хр, хешем ра нхаму, асхазара нгу, хара безфрая хвиндкар ре, а пепш халахинца хна пачай нгол и хах дзек хабриякара абррякара абрряксо бэзфизр, абррякара агвамцра ту хамана Агалацфэжу, чанза хазней зи ха, баш аганагара аз маму в ха агазм ха згуяна год, Вопрос о том, почему же закон о государственном языке республики все-таки не работает, члены общественной палаты адресовали председателю Госкомитета по языковой политике Баталу Хагуш. По словам специалиста, необходима программа по реализации данного закона, которая позволит ему заработать в полной мере. Баталу Хагуш По данным проведенного лингвистической комиссией исследования в детских садах страны родной Абхазии, Абхазский язык знает лишь 30% детей, отметил в ходе диалога доктор филологических наук Вячеслав Чирикба. Это означает, что через 30 лет здесь будет только... никто не сможет сказать ни одно слово по Абхазу, вот среди нас, да? Сейчас многие говорят. И мы идем по пути убыхского языка. Абхазский язык идет по пути... это лингвистический факт, да? Да? Язык сдает свои позиции, общество относится к этому достаточно равнодушно, включая интеллигенции, включая писатели. Нет, они неравнодушны. Равнодушны. А что они могут? Пассивно. Хорошо, пассивно. Пассивно. Ну, неравнодушны, да. Ргублой, да. Это ничего не дает, понимаете? В первую очередь, государственный закон о языке должны соблюдать высокопоставленные чиновники, отметил Чирикба. Так, согласно документу, совещание и встречи, проводимые президентом Абхазии, заседания Народного собрания Кабинета министров республики должны вестись на государственном языке Абхазии. Выступления, согласно закону, должны обеспечиваться синхронным переводом с абхазского на русский и наоборот. Президент соблюдает? Не соблюдает. Пример соблюдает? Примерно меняется каждый раз. А как они могут соблюдать, когда у нас нет синхронного перевода? Ну, вот в переводе проблема, да? У нас все есть. В 2015 году вступил закон на абхазском языке 1 января. Парламент перешел на абхазский язык. Спикером был, значит, Ашуба, да? Год. Их переводчики были синхронные. Все было. А потом передумали. Почему? Нарушают закон. Нарушает закон парламент. Прежде всего. Законодательно нарушает закон. Вот. И, значит, вот теперь, значит, что нужно? Мне кажется, мне необходимо, значит, собрать экспертов, да? И законодатели, и тех, кому это... Ну, конечно, вот есть у Министерства образования у нас, да? К сожалению, у Министерства есть, да? А вот все уважаемые люди, всех уважают, там, хорошие ребята, все. Не выполняют свои функции. Оно не функциональное. Потому что те учебники... У меня дети маленькие, я все это прекрасно знаю. Те учебники, которыми занимаются дети, да? Созданы в 50-х годах или 40-х годах прошлого века. Калхоз, совхоз, аугу, значит, ацшматпа, цейха. Родители их не знают и слов. А дыртха, дыр ласкугу, не знают родители слова этих. В ходе дискуссии спикеры сошлись на том, что проблема абхазского языка одна из самых актуальных в государстве и требует безотлагательного решения. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ.